Хорошо, страшно, да, начало мудрости, страх Божий. Интересно, я вот такие вещи получал, и такая радость приходила. И вот оно, как бы, пока вот шло-шло, я, как знаете, видел перспективу этого, а в конце как бы подошло вот к тому, о чем Юра говорил, что это, знаете, вот, это вот то, что, как открывается то, что дано нам, то, что дано нам во Христе, ну, влияние. Действительно, здесь вот я получил вот о свете, о том влиянии и власти, которая дана вот Божьему священству, Божьей армии. И как-то в конце, я, знаете, так вдохновлен был, так думаю, вот это да, вот это. А к концу так оно такое, знаете, вот, но это не только где-то сказать или помолиться, это быть, это вот то, о чем говорилось, это твое внутреннее состояние, твои мысли, твое чувство, твои отношения. Ты можешь быть красиво говорить, и там даже вот вроде бы все оно четко, но у тебя внутри отношения, да, вот там, ну, кривое, и оно не сработает. Нет, я с этим, да, согласен, что вот тайны, да, Божьи, они покрыты славой, а вот слава царей, наша слава открывать, открывать эти тайны и получить, это еще действительно, это мало, да, это вот, что с этим делать? Дайте, дайте телефон, что с этим, что с этим делать? Ну, страшно, но будем, будем, да, как Вера, она, интересно, вот Вера, да, она маленькая, да, как вот горчичное зерно, да, вот там такое, вот маленькое такое что-то, и, например, гора, там, Димирджи, вот, да, вот Димирджи и Романкош, там, горы, да, передвинутся, и вот такое маленькое это зерно, и каким-то образом вот это зерно сдвигает вот эти горы, то есть как это, да, он говорит, если будете иметь вот такую маленькую, то вы эти горы, вы сдвинете, и я увидел вот этот свет, это свет Божий, то есть вот этот свет, который рассеивает тьму, 109-й Псалом, 109-й Псалом, Господь, благодарим Тебя, Ты больше храма, Ты больше всего сотворенного, Ты царь, корень и потомок Давида, Ты утренняя и ранняя звезда, мы благодарим Тебя за начало и конец, мы благодарим Тебя, мы доверяем Тебе, Господь, и уповаем на Тебя, без Тебя не можем ничего, мы просим Тебя, наделяй, веди нас, пусть и вызов, и наделение приносит нам тот буст, который будет продвигать нас, невзирая ни на что вперед, к этой цели, почести Божьего звания, мы благодарим же за то, что нам дано, мы благодарим Тебя, и мы осознаем эту ответственность, мы берем, беремся за это, мы входим верой в это, Господь, мы благодарим Тебя за тот свет, который все сотворено, мы благодарим, что тьма никогда не сможет смешаться со светом, мы благодарим Тебя, Бог, мы благодарим Тебя за ту власть, которую Ты нам дал, и мудрость, которую Ты даешь, чтобы мы могли управлять этим. Я благословляю Божью армию, мудростью и наделением управлять тем даром и талантом, который Ты нам дал. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Я, знаете, я вот боюсь, но я вот рискну, может быть, я промахнусь, но я верю, вот, я верю. Когда вот получал это, я вот, знаете, такое услышал вот от Господа, но я так верю, сколько будет в этом власти и силы вам судить. Знаете, я такое услышал. Женщины-женщины, любимые женщины. Я увидел, что Господь хочет коснуться женщин. Вот, не знаю почему, может быть, это какое-то юродство. И во имя Иисуса Христа то, что принесло боль, горечь, разочарование, разрушение, именем Иисуса Христа, женщинам нашей общины, нашим близким и те, кто с нами, мы провозглашаем восстановление, воскресение и восстание в новом измерении. Восстановление эмоций, систем жизнедеятельности в новой ипостаси и измерении во имя Иисуса Христа. Да будет радость, как Господь смотрит на свою невесту, чтобы она беспятна и порока. И то, что огорчило, и то, что разрушило женщин, да будет сокрушено именем Иисуса Христа. Мы провозглашаем восстановление и вознесение. Даже то, что причиняло вред, не придет больше на память во имя Иисуса Христа. Аминь. Псалом 109. Сядь по правой рукой от меня, пока я не повергну врагов твоих к ногам твоим. Жезл твоей силы пошлет Господь Сиона, правь среди твоих врагов. В тот день твой народ добровольно пойдет за тобой на битву. Это перевод, новый русский перевод. Облеченный в святые одеяния, твоя сила будет обновляться каждый день, как утренняя роса. И дальше вот освященство по чину Милхиседека. Но вот этот момент, который я обратил в этом переводе. В тот день народ твой пойдет добровольно на битву. Вот боксеров нету, спортсменов? Есть парочку, да? Кто как спортсмен пропускал удар так хорошо? Да вот, например, там, ну, ты вышел бороться, тебя раз, там, болевой, да? И ты уже, ну, стучишь рукой, все, тебя как бы встаешь и смотришь на этого, какого-нибудь Хабиба там. Да, ну, да, вот первое чувство, да, не всегда вот хочется, да? Ну, поломали, скрутили, да, сокрушили. Ты бил, проиграл. Но у нас есть вот эта надежда. Проиграл, значит, победил. Твоя сила будет обновляться, подобно России. И твой народ пойдет добровольно на битву. Вот, понимаете, что-то есть, что, невзирая ни на что и вопреки, толкает тебя вперед. Вот вперед. Добровольно пойдет на битву. Не знаю, у меня здесь вот несколько листов. Я когда начал это, оно все, оно как-то, знаете, оно вроде не кончается. Но вот простое откровение, 2 Коринфянам, вот это, 2 Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Потому что Бог, сказавший, пусть из тьмы воссияет свет, и Сам есть Тот, Который светит в наших сердцах, давая нам знания славы Божьей, которая видна на лице Иисуса Христа. Из тьмы воссияет свет. Что же ведет добровольно на битву? Что же мотивирует свет, который в нас? Знаете, я увидел, вот у меня когда это пришло, переживание, потом как бы подтверждение из Писания я получил потом. Когда читал, я получил потом. Но когда это пришло, это принесло радость. И потом же опять, да, для этого потребуется вот то, что говорил Юра. Откровение, послушание, обрезание, вот смирение и вот все к тому, что идет. Но это реальность. Это реальность. Свет рассеивает тьму. Знаете, я вот увидел тьму, как вот определенную какую-то вот, вот субстанция, вот субстанция. И посланник света, ступая во тьму, да, он включает свет, тьма не остается. Я увидел, знаете, как в самой тьме, как будто такие, ну, не знаю, что-то наподобие сотка, какие-то такие, как бы, знаете, вот нишечки. И они заполнены светом, тьмой, да, но они для света. Бог из тьмы повелел воссиять свету. То есть вот осознание, что я должен пойти за своим. Во тьме есть мое Божье. Во тьме должно быть повеление. Должно быть повеление. Иисус пришел в тень смертную. Почему? Потому что там сидели. В тени и тени смертной. Вот представьте себе, да, курочки, да, вот эти ниши, да, и вот сидят. Ну, например, тюрьма, да, тюрьма. Сидят в клетках. Но это, да, они свет, люди свет. И свет вошел туда и взял свое. Тьмы не осталось. Мне тяжело это объяснить, но я как-то увидел, что это вот так. Иисус шел во тьму и брал свое. Если так можно сказать, это послание включи свет. То есть войди, вот войти во тьму. Конечно, вот я опять же, это вот, это вот не баловство, это вот, это постоянно, смотрите. И потом с Писания потекло, вот куча, знаете, когда ты получил откровение, в Писании ты смотришь, как будто это везде. Вот Павел, да, вот религиозник, убийца, да, вот человек. Но он свет от сотворения, предназначенный во Христе Иисусе быть апостолом. И вот Господь, да, встречается со светом. Он освящает его. То есть свет, помните, говорит, я ехал на коне. Помните, как он рассказывает историю? Имея предписания, вот эти религиозные, убить людей. Вот убийца едет на коне. Не наследуя царства Божьего. И он встречается со светом. Помните, говорит, я увидел свет, который превосходит всякое. Что было потом с Павлом? Он делал то же самое. Он входил в город, там вот этот Эфес, да, богиня Артемиды, где вот править вот эти мироправители. Я вот, знаете, как это вот, вот даже апостолы, да, посланники света, они входят в город и зажигают свет. Вот некий город, Эфес, да, он во тьме, во мраке, скован поклонению богам, вот этим лже-богам, начальством и властям. И человек Божий, да, посланник света идет туда. Помните, говорит, они пойдут, как там написано в 109-м псалме, добровольно, потому что он имеет перспективу, его сама внутренность, она, знаете, там у нас свет. И он идет туда, чтобы вот и взять свое, и утвердить это. Апостольская церковь, да, вот мир лежит во тьме, во зле, да, вот начальство и власти. Люди правят умами, и они как будто правят, но апостольская церковь, входя, она включает свет. И то, что была тьма, она была тьма только из-за лжи. Вот я увидел, когда приходит истина, вот почему надо быть истинным, ну, то, о чем Юра говорил. Надо быть истинным, вот это наша задача, быть истинным. Нам надо вот все пройти, как бы. И там интересно, что он ранняя и утренняя звезда. И эта звезда, она, да, она как бы, эта утренняя звезда, она озаряет рассвет. А написано о его рождении прежде росы, прежде вот там написано Деницы. Деница где-то написано, что это дьявол, да, помните, как ты пал, сын зари Деница. То есть там вот столько тайн, но вот суть откровения, что тьма, она не устоит. Или вот такое, то есть, смотрите, возьмем, например, вот есть масштабный, да, масштабный какой-то, масштабный, например, надо какой-то город, вот, да. Вот интересно, что город, город, да, помните, он говорит, послание церквям, да, там же как звезды, если город, как звезда, которая покрыта мраком. Но прикасаясь к звезде, она звезда Божья. Этот город, он будет сиять, как звезда, славой Божьей. То есть, да, вот, как Юра говорил, что погрузить в славу Божью, погрузить нашу землю, потому что она, она предназначена, она, наша земля, она не тьма, наша земля, она свет. Почему людей крестят, погружают в смерть Господа и воскресенье? Потому что люди, свет, потому что смерть Христа, он, то есть, он вошел в ад, он вошел в ад. Утренняя звезда, это когда? Это начало, начало нового дня. Иисус, он воскрес рано утром. Вот свет, воскресенье, это вот все как бы об одном. Свет, погружаясь во мрак и тьму, становится светлее, явным, рассеивая мрак и тьму. Несотворенный свет, входя в творение, извлекает, проявляет свет из тьмы. Помните, говорит, все сотворено светом. Бог, да, сказал, да будет свет, вот отделил. То есть, мое понимание, что вот тьма, в ней тоже свет. И тьма остается тьмой только из-за лжи. Помните, свет пришел в мир, вот оно, Евангелие. Свет пришел в мир для чего? Вот просто, вот просто, как вот оно, чтобы все были во свете, да? Что Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, но чтобы каждый получил спасение. Свет жизни, да? Чтобы свет, помните, дьявол говорит, ослепляет умы, чтобы свет не воссиял в жизни людей. Но Бог пришел. Люди по одной простой причине. Люди, города, какие-то сферы, они остаются во тьме только вот из-за лжи. Люди, да, они не захотели света, они остались во лжи. И поэтому вот этот, почему вот этот воинский элемент, он не, как, не то, что необходим. Он просто обязателен. Потому что, потому что, знаете, как происходит какое-то вот как насилие. Люди, они, они как не хотят, они прячутся там, города прячутся во лжи, во тьме. Но приходит кто-то сильнейший, и он, как, он сокрушает эту тьму. Когда человек, понимаете, получает это понимание, он идет уже смело, смело, уверенно. Да кто-то меня послушает. Да не то, что меня кто-то послушает. Меня будут слушать. Да, когда ты понимаешь, да, есть у тебя откровение, есть, да, Божье повеление, что он хочет, чтобы этот свет воссиял. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Мы, дети света, поступая по духу, откровению, мы участвуем в освобождении творения, во славу Божию, являясь полнотой наполняющего. И будет Бог все и во всем. Вот опять, да, вот представьте, вот эти вот клеточки, сосудики, или какие-то горшочки, заполненные тьмой, да, вот они стоят, сосуды. Люди полные тьмы, мрака. А Бог наполняет все собой. И вот, например, вот это что-то заполненное, да, вот чем-то густым, таким тёмным, и туда влить, вот, ну, что-то светлое, оно вытолкнет то. И он говорит, вы полнота. То есть он наполняет это нами. То есть вот опять же к тому, что Юра говорил, насколько нам нужно быть понимающими, обрезанными, да, вот с открытыми глазами, вот смиренными. Вот где-то действительно, вот мы скоро, я верю, мы узнаем, что такое настоящее смирение. Что это, знаете, смирение, то есть ты, когда пришел, помните Валерий, вот там пьяный стоит за кафедрой. Я не уйду. Вы, блин, первый раз пригласили проповедовать, я помню. А он стоит, я не уйду там что-то. Пока какого-то духа он увидел, Бог его послал, что-то показал, и он говорит, я не уйду. Понимаете, вот смирение. То есть я не уйду, пока я не наполню тьму. Тьму. Собой, да. Великие люди света, помещенные во тьму. Смотрите, да, вот интересно, что тьма, она ассоциируется, вот темница. Темница, подземелье, да, вот тьма, вот закрыть, запечатать, да, вот в тюрьму посадить, ограничить, вот какое-то ограничение. И почему-то вот в Писании великие божьи люди были именно туда направлены. Что стало с Египтом, когда туда от человека Божьего написано, Бог послал его в Египет, в яму, в тюрьму. Мало того, что его окованные с завистью братья, да, поучаствовали, он и их освободил. Понимаете, какова сила света и откровения, что тебя в яму, то есть бросают в яму со львами, а ты, ну, всплываешь, бросают тебя как топор куда-то в воду, а ты не тонешь, всплываешь, наполняешь собой все. Помнишь, говорит, а этим уже и умереть нельзя. То есть сила света, что уже и умереть нельзя. Помните, людям будущего века уже и умереть нельзя. Встань, они освящали их изнутри. Вся история, да, Вавилон, да, вот это царство тьмы, Бог посылал туда свой народ, чтобы там освободить. Апостольская церковь делает известной началом и властям премудрость Божью, восстанавливая или лучше упорядочивая устроение Божье. Помните, праведники сияют, как звезды. То есть, например, вот этот город, говорит, и ангелу, да, вот той эфесской церкви, да, напиши там, как звезды. Там города, как звезды. И апостолы были туда посланы, чтобы там уже сиял свет. Вот в этом городе. Кто-то говорил, мы приехали, а там уже нет вот того храма, все разрушено. А Господа там прославляют. Что там интересно, посреди врагов свет никогда не соединится со тьмой. Он возьмет, извлечет из тьмы свое и заполнит все собой. Помните, где-то же там есть, каково преимущество мудрости перед глупостью, да, как преимущество света перед тьмой. То есть, вот такое преимущество света перед тьмой, что невозможно, да, как невозможно, невозможно это противостояние. Она перспектива царства и света. То есть, да, вот помните, вот сразу, да, например, в откровение, если пойдем. И тьмы не будет уже, и ночи не будет, а будет что? Свет. И светильника он не будет, потому что светильник агнец. Вот представьте, да, вот он наполнен на тьмой, и Бог посылает тебя туда. Ты не хочешь, ты приходишь, но ты светильник. Израиль, погрязший в религиозности и фарисействе, к ним был послан пророк. Выше всех пророков, который был, вот до Христа, Иоанн. Помните, как он говорит о нем? Он светильник горящий. Вот этот светильник горит, да, и освещает. То же самое Иисус говорит о нас, что вы, да, светильники, помещенные, да, где? В темном месте. Для чего? Чтобы свет освещал тьму. Добровольно на битву. Это вот объясняет, почему добровольно на битву. Обитованная земля. Вот иногда интересно, знаете, вот, я вот вспоминаю, что обитованную землю, когда попадаешь куда-то на гору, из горы смотришь, вот эта вот земля, я такой думаю, ух ты, как они смотрели, вот они смотрят земля, там живут люди, вот эти помещики, великаны там, да, а эти стоят, представь, ну, эти самые, они, галадранцы, ну, вот они в пустыне, да, там Египет обобрали, они стоят, вот это ваша земля, они там, аааа, то есть, и вот эти двое, Иисус и Халев Навин, да, они говорят, мы возьмем эту землю, вот у них и вот этот дух, да, дух веры, дух света, то есть, они понимают, ну, не знаю, как это, это вот, оно или есть, или нет, но этот принцип работает, этот принцип работает, помните, мера в муке чуть-чуть заквашивает сел, помните, если, говорит, глаз, око светло, все тело светло, то есть, вот оно, это во всем Писании, вот, это везде, Иисус, Он посмотрел на человека, да, ушли бесы, кто не любит во тьме, смотрите, любовь, проникая в человека, освобождает от тьмы, человеческое сердце, оно создано для света и любви, как бы это вот не было, человек не был зол там, или какой-то вреден, вот, человеческое сердце, вот оно создано, и Бог не остановится до определенного времени, продолжая светить и освещать людей. Вот бывало такое, что люди, да, вот они не слушают, а потом ты уже не хочешь, а потом бывает такое, что ты опять к человеку, да, опять, ну, то есть, да, осветить, просветить. От него исходит сила и исцеляет всех, то есть, да, это же вот этот свет, то есть, он ничего и не делал, да, он пришел, вот это сияние Господа, Господь есть свет, Он есть светильник. Апостолы, помните, говорят, мы сосуды, ничего не значащие, то есть, почему Павел смело шел, куда Бог не говорил ему, там тебя побьют, но, говорит, ну, меня туда Бог влечет, потому что, он говорит, приписываемая сила, «Которая сияет через нас, она принадлежит Богу». Вот, да, вот эта ответственность, смирение, да, вот, понимание, что, ну, я не могу вот собрать вот церковь и светить здесь, если Бог меня направляет в темные места, на персональный уровень. Почему нам иногда приходится возвращаться в места нашего страха и поражения? Приходится, да? Потому что там должен быть свет. Вот там, где ты испугался, там, где ты встретился с чем-то, что было сильнее тебя, ты придешь туда и откроешь свет. И это премудрость Божья. Вот сама премудрость такова. Премудрость. Он стал для нас премудростью. Христос воскресший. Смотрим притчи, помните, премудрость? Она была раньше всего. И там есть такое местописание, оно, помните, говорит, «Я ликовала на кругу твоем, я была там, где вот когда ты все творил, я была радостью перед сынами Божьими, ликовала среди утренних звезд». Какая-то одна утренняя звезда, а тут утренних звезд много. Иов, давайте посмотрим, Иов, есть еще, да, время? Просто я не объясню здесь всего, я понимаю, но я понимаю, что в этом есть. Двадцать восемь, Иов, когда я взял? Не могу найти сейчас, конечно. То есть премудростью все сотворено. Это премудрость, Христос в нас. Церковь, если можно так, таким языком сказать, церковь включает свет во тьме. И вот интересно, да? «Дабы соделалась известной через церковь, начальством и властям». Многоразличная премудрость Божья. И вот это, я думаю, один из элементов, когда, да, вот это правление, да, мироправитель тьмы, да, вот все правится, все, да, вот управляется вот тьмой. И здесь вот какие-то незначительные люди включают свет, живут по другим правилам. Мало того, по другим правилам, диктуют свои правила игры. Опять же, здесь, да, где-то можно сказать какая-то дерзость, но на самом деле, вот я говорю, это глубокое смирение и вот это вот послушание Господу. Потому что вот это ты не произведешь сам, это только вот Бог, Он когда направляет, показывает, являет это. Создано все премудростью, создано все Христом. Аминь. Аминь. Все. Поэтому получается, то, что сейчас во тьме, оно просто не движется. Если Дух Святой это берет, вот он же поток, сильный ветер, то оно начинает светиться. Почему, да, вот эти все инструменты Давид использовал, использовал гевские, там, орудия для них. Скорее всего, посвящены были, меч Голиафа он брал, да, это все посвящалось богам каким-то нужным. Скорее всего, там, на мече могли быть руны какие-то, имена божеств, там, на инструментах. Но когда это все попадало в движение Духа, то просто светом становилось. У врага своего ничего нет, кроме себя самого. Ну, хорошо. Следующая...